Здравствуйте, уважаемые студенты! Сегодня мы начинаем курс лекции современной истории Казахстана. Тема первой лекции – введение в дисциплину предмет периодизации источники историографии современной истории Казахстана. Лектор-старший преподаватель кафедры истории и религоведения Шантимирова Айнур Сандыбековна. Сегодня у нас такой план темы, состоит из пяти вопросов. Мы должны с вами разобрать, узнать, какие цели и задачи преследуют изучение современной истории Казахстана, определить периодизацию истории Казахстана, какие источники являются основными для изучения современной истории Казахстана, историографию предмета, кто и когда изучал данный предмет. Современная история Казахстана – это наука, изучающая в целостном виде исторические события, явления, факты, процессы, выявляющие исторические законы и закономерности, имевшие мест на территории Казахстана с начала XX века до наших дней. Основная цель предмета – это дать вам объективные исторические знания, направить ваше внимание на проблемы становления и развития независимой государственности Казахстана, довести до вашего сознания сущность фундаментальных проблем истории, сформировать у вас научное мировоззрение и способствовать формированию вашей гражданской позиции. Задача истории – гносиологическая, дает знания о прошлом вашей Родины. Аксиологическая – формирует чувство сопричастности к истории. Проксиологическая – вырабатывает способность самостоятельно давать оценки, делать анализы сложных исторических явлений. Прогностическая – это когда знание прошлого способствует прогнозированию, моделированию событий будущего. Консолидирующая – сплачивает людей в единство, в нашем случае в единый народ Казахстана. Важным для изучения истории являются исторические источники. Их существует несколько видов. Для изучения современной истории Казахстана – группа письменных источников, в которые относятся законы, законы государства, указы президента, правительства, отчеты государственных служб, департаментов, отчеты статистического бюро, периодическая печать и архивные документы. Вещественные источники – это памятники материальной культуры, которые мы можем пощупать, увидеть. Они нам показывают, каков был уровень бытовой жизни казахстанцев в XX-XXI веке, уровень развития промышленности, торговые отношения, товарно-денежные отношения. Этнографические источники – каждый народ самобытен, и изучение обычаев и традиций, их модернизация и приспособление к современной жизни, современного общества способствуют для единения народа Казахстана. И новые виды источников – это фото, аудио и видеоматериалы, пресс-конференции, интервью с историческими личностями. Благодаря им мы можем увидеть, услышать исторических личностей Казахстана, увидеть, каков был быт, жизнь Казахстана в визуальном аспекте. На данный момент создаются на базе архивов, музеев, целые фото, аудио и видеобазы. Следующим важным вопросом является периодизация истории Казахстана. Она состоит из нескольких этапов. Первый – это древнейший. Следующий этап – древний период, средневековая история Казахстана, новая история Казахстана. Первый этап – новейшая история Казахстана и второй этап – новейшая история Казахстана. Древняя история Казахстана охватывает у нас период Каменного века, Бронзового века, Ранне-Железного века, Государство Саков, Усуник, Ангюй, Гунов и так далее. Средневековая история с появлением Тюркского Каганата, период монгольских завоеваний, образования Казахского ханства, вплоть до вхождения Казахстана в начале XVIII века в состав Российской империи. Именно с этого периода начинается новый этап, новая история Казахстана с 1731 по 1917 год. Первый этап новейшей истории – это когда Казахстан был в составе Советской Социалистической Союза, Советско-Социалистических Республик, очень важный, в этот момент именно основывается наша промышленность, система образования, строятся многие города, появляются полигоны, возникают экологические проблемы, связанные с этими полигонами, разрабатываются многие полезные месторождения полезных ископаемых. И второй этап новейшей истории – это становление и существование современного независимого государства Республики Казахстан. Исторические источники. Мы о них уже с вами поговорили в начале. Историографию составляют основы, которые являются труды Шуханова и Леханова, это вторая половина XIX века, начало XX века работы Тынышпаева, Асфиндиярова, Букиханова, Клайбердеева, Ирмухана Бекмаханова. В 90-е годы появляются новые книги, монографии, которые поднимают вопросы истории Казахстана, такие как «Казахстан. Летопись. Трехтысячелетий» Крешторного Султанова, Нурпиисов, Аллаш и Аллаш Урда, Койгильдеев, Движение Аллаш. В 1993 году очерк по истории Казахстана, История Казахстана древнейших времен до наших дней и Пититомник, История Казахстана. В нашей библиотеке вы можете работать с учебниками современной истории Казахстана под редакцией Айагана, с Пититомником истории Казахстана, Кан Истории Казахстана, есть сборники документов и материалов по современной истории Казахстана, также труды Нурстана Назарбаева. В конце лекции опубликован свод основной литературы, который имеется в библиотеке Ак-Тюбинского регионального университета имени Жубанова. Третий вопрос. Политическая история Центральной Азии в древности и Средневековья. Мы уже вам говорили, что древнейший человек на территории Казахстана появился миллион восемьсот тысяч лет назад в горах Каратау, в восточном Казахстане, в таких стоянках, как Танер-Казан, Бур-Казан, Ак-Коль. Эпоха Бронзового века характеризуется андроновской культурой, которая оставила яркий след в истории Казахстана на обширной территории от Енисея на востоке до Урала на западе. Они являются основоположниками земледельческой культуры. Также основы кочевничества тоже были введены в хозяйство андроновцев. Богатейший этап истории древнего Казахстана – это ранние племенные объединения скифо-сарманские группы племен. На нашей территории это Саки, государства Усуни, Кангюи, Гуны, расцвет кочевой цивилизации и оставили для нас богатые культурные памятники, такой, как, например, золотой человек Исаакского кургана. Средневековье у нас начинается с основанием Тюркского каганата в 552 году. Этот период также характерен ростом городской культуры. Появляются города Сауран, Атрар, Исфиджаб и другие. Развивается письменность – тюркская, руническая письменность, уйгурская. Дальше внедряется арабская вязь. В этот же период у нас активный идет расцвет науки, культуры, литературы. В VIII веке на территории Казахстана появляется ислам. Явной и большой значимой частью средневековья Казахстана, конечно же, является монгольский этап. Монгольские завоевания привели к тому, что территория Казахстана вошла в империю Чингисхана, затем в улусы потомков Чингисхана. На арене появилось очень много государств постмонгольского периода. И в результате, к середине XV века, на основе государства Могулистана, ханства Бухаира, возникло казахское ханство. Образование казахского ханства вы можете посмотреть в этом ролике. Обратите особое внимание на предпосылки образования казахского ханства на роль казахских ханов в возвышении и развитии казахской государственности. Для стран внутренней Евразии. Это время появления многих тюркских государств. Казанского, астраханского, крымского, сибирского ханств и Ногайской орды. На этот же период пришлось и рождение одной из крупнейших держав. На мировой политической карте появилось казахское ханство. Его основатели – султаны Чингизиды, прямые потомки Великого Монгола. Каждый из них ведет четкую родословную ветвь от Чингисхана. Женебек хан был прямым наследником трона Барак хана. Кирей хан – внук Тохта-Кыя. Первым в семи коленах значится Джучи хан – старший сын Чингисхана от Борте. Братья и соратники долгое время обдумывали притворение в реальность главного дела их жизни. Известно, что на момент откачевки оба были в возрасте старше 40 лет. А значит, решающий шаг они приняли обдуманно и взвешенно. Предпосылок для отделения было много. С одной стороны, исключительно внутриполитические факторы – стремление к созданию собственной государственности в хозяйственном, языковом и культурном отношении. С другой – внешние причины. Жесткая опека правителей Шибанидов долгое время точила стремление сыновей восточного Дэш и Кипчака к политической независимости. В итоге, не желая оставаться под покровительством мятежного Абулхайр хана, Женебек и Кирей откочевали в Магулистан, обосновавшись в округах Чу и Козыбаши. Все больше несогласных с политикой узбекского улуса примыкали к рядам султанов. За короткий срок власть Женебека и Кирея окончательно укрепилась. Появились суды биев, налоговая система и территориальные границы, которые стремительно расширялись. Недовольный этим Абулхайр двинул свою армию против правителей нового казахского государства, желая разгромить молодое ханство, но умер в походе, так и не достигнув желаемого. После его смерти поток родственных кочевых племен под покровительство уже ханов Кирея и Женебека только возрос. Все это стало почвой для политической консолидации юго-восточных объединений тюркоязычных кочевников и завершения процесса формирования казахской народности. Именно благодаря хану Женебеку подданные его государства получили свой этноним – казах. По мере роста самосознания молодой нации расширялись и границы казахских земель. После смерти Абулхаира Женебек и Кирей присоединили к себе немалую часть его территорий. Рисардаринские города, служившие крепостями и торгово-экономическими центрами. Земли, окружавшие города Сыгнак, Сузак и другие административные единицы. Кровью, силой и упорной верой в свой народ ханы продолжали борьбу за свои владения и право казахского народа доминировать в регионах. И после смерти сначала Женебека, потом Кирея, их преемники еще на протяжении трех веков вели правопролитные войны за земли, которые сегодня называются Казахстаном. Ханы Касын, Хак Назар, Таввакул и Есин ввели в состав государства казахов города и торгово-ремесленные селения в бассейне среднего течения Сырдарьи. Древняя святыня Туркестан стала столицей казахского ханства. Впоследствии ханам Тауке, Абулхаиру и Абулаю удалось вытеснить завоевателей с захваченных территорий и отстоять политическую независимость своей страны, а также отбить у Ногайской орды степи Сыр-Арки. Именно эти земли в последующем сыграют историческую роль. А со временем власть казахских ханов распространилась и на территорию полуострова Мангастау, а границы казахского государства к концу этого столетия уже простирались от Ертыса до Жаика и всего западного побережья Каспийского моря. Наряду с внешнеполитическим развитием активно формировался оригинальный тип государственного устройства внутри кочевого государства. Жизненный уклад и форма правления были адаптированы к образу жизни и особенностям своей среды обитания. Больше того, сложилась собственная политическая символика. Это и печати ханов и старшин, а также демократичная система выборов институтов центральной и местной власти. В казахском ханстве был принят свод законов ЖТЖАРК. Его создателями были известные общественные деятели, ученые и мыслители, представители трех жузов – Толия Би, Казыбек Би и Айтике Би. Трансформировалось государство и по внутреннему укладу. Хан Абылай перенес столицу казахского государства, Орду, на территорию современной Акмалинской области. Для стран внутренней Евразии. Это время появления многих тюркских государств. Казанск. Пятый вопрос. Казахстан в составе Российской империи. При соединении Казахстана к России предшествовали значительно политические связи. Не только политические, но и торговые и экономические связи. Путем товаробмена казахи приобретали предметы домашнего обихода, огнестрельное оружие, а русские получали от них различное сырье, скот. Еще Петр Великий говорил о значимости казахских земель для Российской империи. В 16-17 веках начинается строительство на приграничных территориях военных укреплений, крепостей. Так, например, в 1718 году крепость Семипалатинск. В 1720 году крепость Усть-Каменогорск. В 1730 году осенью из-за сложившихся сложных международных отношений, из личных амбиций для укрепления торгово-экономических связей с Россией, в Петербург Канье Уановне было направлено посольство, в которое просилось о военной поддержке и покровительстве. В итоге, 19 февраля 1731 года императрица подписала жалованную грамоту о принятии в российское подданство хана Абу-Хаира и младшего Жуза. С присоединением казахских земель к России на территории Казахстана стали активно строиться военные укрепления. Также проводились административно-территориальные реформы. Одним из первых это были уставы о сибирских и уставы об оренбургских киргизах, итогом которой стала отмена традиционной ханской власти. Закрепление и полное вхождение Казахстана в состав Российской империи считается реформой 1867-1868 годов, временное положение об управлении в Семеричинских и Свердорлинских областях, в областях Оренбургского и Западно-Сибирского генерал-губернаторства, закрепленные в 1891 году степным положением. Реформы российской администрации не были спокойно восприняты казахским народом. Поднимались восстания против изъятия казахских земель, против увеличения налогов. Такие крупные восстания под руководством Срыма, Датовой, Исатая и Мохамбета, Жамко Жибатыр, Исито Кутибарова, Кенесары Хана. Восстания казахов 1869-1870 годов. Но наряду с этим в казахскую степь пришли много новшеств. Например, развивались и росли города. Банковская система России вошла в Казахстан. Строились железные дороги. Развивалась ярмарочная торговля. Были построены первые светские школы. Открыты рудники и промышленные предприятия. Казахстан и Средняя Азия к концу 19 века стали неотремлемой частью Российской империи. На этом первую лекцию разрешите закончить. Здесь приведена основная литература, которую вы найдете в библиотеке А.РУ имени Жубанова. Также вопросы для закрепления темы. Спасибо за внимание. До свидания.